Я дождалась кем-линистов, потом пошла в участок составлять отчёт. Меня официально отстранили от дела. Спасибо, мадемуазель. Но уверен, на этом ваша история не закончилась. Позвольте задать вам несколько вопросов, конечно. Так, Кэмпбелл Рэдчетт. Рэдчетт — это Нуа. Бойфренд Мисс Моро. Рэдчетт — это Майкл Кларк, журналист. Малый человек Сюзанны Моро, который манипулировал ею и сжёг хижины. Это был Рэдчетт? Нет. Но он только помогал Кларку, который пристался журналистом. Значит, Рэдчетт назывался журналистом. Все верно. И всех полицейский Кларка допрошёл только ям. Я знала, что он не первый раз похищает, да? Вы искали похожие дела. Кажется, в Америке называется средство, мотив и возможность. Верно. Искала того, кто срывается на виду. И привета человека, посредованно связанная, который мог следить за этим делом. Невинного свидетеля, беспокойного соседа и ещё одного журналиста. И вам удалось узнать его настоящее имя? Да, именно так. Кассетти. Вот как его зовут. Настоящее имя того, кого вызовет Рэдчетт. Кассетти. Это много объясняет мадемуазель, но далеко не всё. Теперь ясно, почему она нашла главного подзыва. Она, конечно, как она села на этот пояс. Постойте. Она побледнела. Я не... Да что со мной такое? Просите, мистер Пауэро. Мне нехорошо. Вы истощены. До сих пор ощущаете эффект снотворного? Держитесь. Мадемуазель, ещё немного. Расскажите, где вы были и что делали накануне. Я пробралась на пояс. Это я понял. Вы сразу направились в это купе? Да. Кроме нескольких осторожных вылазок в уборную. Вчера? Я не уходила с купе. Не хотелось, чтобы меня заметил Рэдчетт. Вчера я... Я говорила с соседкой, мисс Шмидт, кажется. Она принесла мне еду. Я начала кондицион, и я уснула. Ну вот, опять задремала. Она что, издевается? Порой, я уверена, она притворяется, чтобы мы не могли продолжить допрос. Нет, Бук. Кажется, она и в самом деле опять уснула. Это всё из-за меня. Думаю, прошлой ночью дали слишком большую дозу снотворного. Надеюсь, этот эффект скоро пойдёт, но я буду отвечать на наши вопросы. Было слишком утомительно. Щипните её, Пауэро. Так, её зрачки расширены. Она не притворяется. Я не стану её щипать. Доктор Константин, присмотрите за ней. Мисс Мюкбук. Попросите пассажира собраться в вагоне-ресторане. У меня есть ещё немного вопросов. Собрать всех в одном месте? Разве один не услышит, как вы допрашиваете другого? Я буду тихо. Пара пассажирами, потом не захотят, чтобы их послушивали. Хорошо. Я всё устрою. Так, всех приветствую. Наша Гермиона заснула. Доктор Оревор. Я пошёл. Всё-таки интересно, сколько ещё будет игра длиться по часам. Часик или два. Так, мне нужно тут заходить. Нет, не нужно. Это моя комнатка. Здесь закрыто. Здесь закрыто. Но, по идее, сейчас мы будем допрашивать всех одновременно. Правильно я понимаю? Так. И шо вы-то делаете? Надеюсь, мы скоро отправимся дальше. А почему вы не в общем зале? Я таки не понял. Мистер Бук вообще не хочет доработать. Шо это такое? Так, мне нужно допросить пассажиров в огоне ресторана. Ага, это, наверное, типа соковыжималка, да, какая-то? Я так понимаю, это апельсин сверху. Ладно, ладно. Так. Блин, красота всё-таки. Ля-пота. Так, идём допрашивать. Идём допрашивать. Я собираюсь пассажиров, которые салатись в пары с вами, Пуаро. Ммм, уже готовят ответить на ваши вопросы. Отлично, друг мой, спасибо. Прошу, мистер мастермен, присаживайтесь. Благодарю. Вам знакомо имя Кассетти? Нет, а должно быть... Вы слышали похищение Амстрона? Конечно, пару лет назад в новостях только об этом и говорили. Так, вашего нанимателя на самом деле звали Кассетти. Он стоял за этим похищением. Мистер Рэчетт убил ту бедную девочку. Мистер Макуин, вашего нанимателя звали Кассетти. Он и похитил человека. Что? О чём вы? Он убил свою жертву, девочку, при имени Дэйзи. Вы про дело похищения? Вы не знали настоящее имя миссия Рэчетта? Вот, мерзавец. Почему вы так разозлились, мистер Пуаро? Граждане Паркатоне, когда взимался в дело, был мой отец, да? Я не раз видел миссис Амстроп, чудесная женщина, была нежная, пусть убитая горем. Если кто заслужил ужасную участь, Рэчетт Кассетти точно из этих. Хорошо, что он погиб. Мадам Ольсон, вы слышали о деле Дэйзи Амстронг? Нет, не слышала. Это было два года назад. Может, вы точно не в Испании, где я в то время помогла беженцам из Африки. Вы слышали? Вы не слышали о Дэйзи? Нет, не слышал. Дэйзи Амстронг? Нет. Нет, 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 не слышали. Да. Об этом писали все английские таблоиды. Ужасное преступление, которое при логибели целой семье и несправедливое обвинение няни. Мне казалось, что Вином был наказан. Можно сказать, что его наказали прошлой ночью. Господи, позвольте задать вам еще несколько вопросов? Да, конечно. Сейчас, ребят. Сейчас, 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 сейчас зададим. Так, Соединенные Штаты. Вы говорили, что прочитали о представлении в таблоидах? Да, все так. Несколько недель об этом писали. Чаще, чем о королевской семье. Вы были в Соединенных Штатах, мадемуазель? Нет, ни разу. Моя первая поездка за границу была в Иорданию. В Иордании? В Иордании. Мы были в Иордании? Да, это мучило детей. Чиновник к английскому до недавних времен. Насколько вы близки были с капитаном Арбентентом? С кем? Я област, с новым солдатем, нашим попутчиком. А, да, мы пересекались на станции в Стамбуле. Быстро изменялись. Любезность и ничего больше. Британская сдержанность. Вы же понимаете. А, конечно, британская сдержанность. Да, я с ней знаком. Так, объяснение. Мы пересекались на станции в Стамбуле. Мы почти не общались. Она лажет. Но почему? Так я не люблю общаться с незнакомцами. Возможно, она говорит правду, но не уверен. Ага, уверенность имя нет. Это не сказать, что она лажет. Серьезно, самый первый вариант. Вот. Так, вы уверены, что рассказали все точно? Мадемуазель? Конечно. Так, взгляды в ресторан и сережка в отеле. Мадемуазель, я знаю, что вы встречались с капитаном в отеле. Вы следили за мной. Я внимательно наблюдаю за своим окружением. Это помогает в моей работе. Тут ваше слово против моего. Мне далось помочь капитану Арбентаму в поиску его билета. Осматриваю комнату и нашел вашу сережку. Какие бы отношения вы не состояли с капитаном, сомневаюсь, что он как-то связан с британской сдержанностью. Не хотите делиться со мной своей тайной, мадемуазель? Я не знаю, о чем вы. Паварон, мисс Дебетт, тут совершенно ни при чем. Ни при чем. Ясно вам? Так, сделать шат на гад, пригнуться. Арчи, хватит. Капитан, стойте. Такое поведение недостойно офицера и джентльмена. Оставьте в покое. У вас совсем нет чести, Арчи. Пойдем. Так, капитан, я уверен, что вы отважный солдат. Но актер из вас никудышный, сказать по правде. Почему капитан вышел из себя? Он альбомник, мисс. Это связано с убийством. Простите, но ваше благородство подобно дыму от вашей электронной сигареты. Что? Извините, но это уже чересчур. Я задаюсь вопросом, что скрывается за этим благородством? И какое отношение это имеет к убийству? Совершенно очевидно, в каких отношениях вы стоите с мисс Деббенхэм, капитан. Вы видите себя, как мужчина, который пытается защитить любую женщину. Не было с поняло, если бы вы, идя на разные ощущения, держали свой роман в секрете. Но нет, вы томно смотрите друг на друга. При каждом удобное возможности вашу любовь не скрыть. Все о ней знают. Советую вам прекратить это обвинение, мистер Поро. Я провожу мисс Деббенхэм в ее купе. И думайте, что хотите. Из-за убийства все нервничают за 25 лет моей работы. В восторженном экспрессе никогда не творилось такое безумие. Понимаю, друг мой. Чем больше мы узнаем, тем больше станут запутанным, да, в наше путешествие. Впрочем, у нас есть другие. Так, взять хоть сломанные часы на запястье мистера Рэчета. Лоток, который лежал рядом с телом. Чем он? Смотрю, драма, которую мы сейчас наблюдали, не сбила вас со следа. Напротив, друг мой. Вы, кажется, собирались присмотреться на зель-лог? Да, именно. Доктор Кассиэтин не поможет перерыв. Хорошо. Рэуар. Рэуар. Так, сломаны часы. Стрелки остановлены на час 15. Так, платок с вышибкой. Кому принадлежит платок? Вуаля. Владелец платка. По-моему, вот это, да? Мисс. Угу, большое дело, не так? Семь человек, да? Так, должно быть знать, что на этот раз... Так, и что делать? Думаю, Павро, это неверный ответ. Так, кому не принадлежит или кому принадлежит? Во. Это было изи, изи пизи. Так, нужно опросить доктора Константина. Ага, и что еще? Нужно опросить тех, чье имя или фамилия начинается с буквы. Ага. Хорошо, хорошо. Идем. Идем опросим. Только сначала мы... ...в доктора сходим, или здесь будем опрашивать? По-моему, если не ошибаюсь, то на этом моменте где-то в фильме уже было... ...была развязка. Мадемуазель. Хильдегар Шмидт. Хильдегар Шмидт. А вы, как мне известно, Павро. Именно. Можете делить мне пару минут, ответить на несколько вопросов? С радостью, но позвольте с первого попросить его помощи. Почему меня это не удивляет? Я... Я не знаю. Я в вашем расположении. Моя госпожа, княгин Драгмирова, попросила открыть эту матрешку. Традиционную русскую куклу. Внутри важная для нее вещица. Мадам, обычно верхнюю часть матрешки просто снимают, чтобы добраться до следующей куклы внутри. Знаю, но прошу, попытайтесь сами. Как скажете, настоящий джельтельмен. Да, вы настоящий джельтельмен. Так. Что нужно делать? Нужно собрать, да, вот это все вместе. Ага. На верхнюю часть, да, совпадает. Здесь нужно сделать вот так. Здесь нужно сделать вот так. Ну. Ну, все правильно? Нет, неправильно. Во. Ну, все. Нет, не все, да? Или все? Нет, не все неправильно. Вот так вот, и вот так вот. Ну. Все равно не сходится. Да что за бред? Либо я что-то не понимаю, либо я что-то не понимаю. Ну, все, все собрано. Все собрано. Ага, не все собрано. Все. Отлично. Ой, начинается. Так, что от меня хотят? Это что от меня хотят? Ладно. Давай с розовым попробуем. Ну, с этим. Тоже не, да? Что за бред? Что ты хочешь? Вроде рисунок совпал. Или нужно, чтобы разные были? В принципе, нужно, чтобы были разные. Ой, бред. Ладно, давайте. Ага. Розовое. Желтое, да? Так, розовое. Желтое. Так, погодим. Погодим, я что-то. Не туда. Не туда. Так, розовое, желтое, фиолетовое, синее. Так, фиолетовое, синее. Все. Наконец-то. Давай здесь тоже посмотрим, чтобы быстрее было. Чтобы открыться быстрее было. Вот так. Два направо, один налево. Раз, два, один. Раз, два, раз, два, все, отлично. Здесь написано, мои дрожащие подруги. Огромное спасибо. Кукла напоминает книгиня детстве. Хоть она приехала в Бернию, по слухам, до сих пор ее боятся. Похоже на действительно сильная женщина. Вы ее горничная? Скорее, компаньонка. Я помогу ей с повседневными делами. Я составляю ей компанию. А, простите. Вы же слышали о том, что произошло ночью? Да, конечно. Весь поезд об этом говорит. Вы не теряли ли платок, на котором выклина буква H? Мадам, у них нет, месье. Я думаю, сразу вас зовут Хильда. Это не мой платок, говорю вам. И не пользуйтесь, позвольте такую вещь. Простите, я не хотел вас так встревожить. Спасибо за ответы, мадам. Ну окей, ладно. Так, нажать тап. Какие три версии о часах Рэчета можно предположить? Часы показывают время, когда Рэчет нашли мертвую. Лег спать. Убийца перевел стрелки часов. Часы показывают время, когда убийца сбежал. Так, время, когда Рэчет нашли мертвую. No, no, no. Let me consider all the possibilities. Так. No. Хорошо, когда убийца сбежал. No, 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 вернее. Так, убийца... Так, раз. Есть. Часы показывают время, когда Рэчет лег спать. Ну, осталось только эти. Нет. Часы показывают время, когда убийца сбежал, значит. Нет. Сейчас я показываю время убийства. Во. Отлично, собрали. Дома их только три. Кто-то перевел стрелки. Часы сбились. Или на них указано время убийства. Пожалуй, стоит рассмотреть две последние версии, прежде чем делать выводы. Так, если сейчас сбились, есть вероятность... Что-то там, впрочем, может быть... Ага. Может, часы настроены на другой пояс? Так, противоречия. Какие сведения противоречит версии о том, что Рэчет умер в час 15? Кто-то... ...выдал себя за Рэчет 037. Все, отлично. Так, какая деталь, оказывается на то, что часы были... ...исправны до того, как их стрелки разбили. Не? А, секундная стрелка, может? Ну и все, не кричи на меня, да? Это правильный ответ. Так, часовые поезда. Стамбул плюс два. Так, в коем-часовой поезда сейчас находится Восточный экспресс. Плюс один. Если мое предположение верну, убийство произошло в 12.15 ночи. Нужно опросить всех пассажиров и узнать, какого из них есть алиби на это время. Так, сверьте о алиби. Так, ну этот был с этим, да. Этот был, по-моему... По-моему, с ним она была вроде... Так, вроде-вроде... Не помню, если честно, уже... Но... Хорошо, но эти были с ним, по-любому. Так, мисс Дебенхэм... Была, наверное, мисс... А, она была с доктором, да? Честно, без понятия. Ой! Блин, бесишь меня. Так, ну... Они были вместе, месье Бук. Месье Бук был... Не помню, он, по-моему, рассказывал... По-моему, рассказывал... Мил Сольсон... По-моему, так... Не знаю... Ну, допустим... Так, и... Так... Ладно, ладно. Ладно, давай подсказку ей. Потому что я вот это вот гадать... Не хочу, капитан и миссис. Разговаривали до двух. Мисс Хаббард была в купе одна. Так, капитан Амстрон и мистер МакКуин разговаривали. Так, мистер МакКуин разговаривали. Ну да, правильно, это было с этим. Потом, кто тут? Мисс Деббенхэм была. Смисс Ольсен. Дон Константин вместе с Буком. Доктор Константин. Мисс Деббенхэм. Смисс Ольсен. Во, вот так. Теперь все правильно. Совсем легко. Все. Идем дальше допрашивать. Было совсем изи. Хотя и нет. Хорошо, что да, есть подсказки. Миссия, меня зовут Эркюль. Я знаю, кто вы, мистер Пуэро. Что вам нужно? Получите ответы на порог простых вопросов. Хорошо, только быстро. Моей жене не здоровится. Я хочу быть рядом с ней. Конечно, первым делом уточню. Вы слышали об убийстве? Разумеется, графиню она ужаснула. Можете назвать свое имя Рудольф Андрей. Родом из Будапешта. Почему вы поехали в Восточном Экспрессе? Я венгарский дипломат. Члены моей семьи и представляют интересы нашей страны. Со временем восстания и выхода из Советского Союза ездил в Стамбул по торсыным делам, которые я не могу обсуждать. Ваши жена часто сопрождают вас в дипломатических поездках? Да, почему нет? Вас интересует что-нибудь еще? Да, в Данде стали в библиотеке. Дипломат. А не помню, кто он уже. Помню, итальянец. Три-четыре. Нет? Ладно, венгар, пусть будет. Все, правильно. Так, можете рассказать, чем вы занимались прошлой ночью? Я был в купе с женой, она рано легла. Я играл на телефоне, около 11 вечера, а жена проснулась. И не могла снова уснуть, она признала снотворное. Вскоре после этого я заснул и не просыпался до самого утра. Вы бывали в Соединенных Штатах? Я год проработал в посольстве Венгрии, в Вашингтоне. Скажите, вы слышали о семье Амстронга? Амстронг? Сложно вспомнить. У меня тогда было много встреч. Это фамилия похищенного ребенка. Ужасный был случай. Ее похититель был пассажиром этого поезда. Он представился Рэдчеттом. Его убили прошлой ночью. Ясно. Прохожий просуде наконец-то настигло его. Спасибо, что лили мюремя. Если не возражаете, я хотел бы говорить с Вашей женой. Возражаю. Как я говорил, она плохо себя чувствует. Спасибо Вам и удачи с расследованием. Ладно, явно не хочет, чтобы разговаривал с его женой. Самое интересное, что в фильме он все-таки поговорил с его женой. Нас графиней. Да, я могу вам помочь? Здравствуйте, месье Хармард, верно? Вы слышали о прошественном убийстве? Да, слухи о нем уже разнеслись по всему поезду. Пожалуй, не слишком Вас беспокоит, месье. Это не первое убийство, с которым я сталкиваюсь. Не думаю, что продавать игрушки так опасно. За ужином я слышал, что вы занимаетесь этим, верно? Продажа игрушек просто прикрытие. И сейчас найдете, как и вы, только из США. USA. Не? 55? Ладно. Так, не ожидал, что в этом поезде есть еще один детектив. Я как раз заканчивал одно дело в Стамбуле, когда получил электронное письмо Тречета. Он хотел нанять меня для защиты. Вам не удалось, что меня совершенно не радует. Ему пришло несколько писем с урозами. Я должен был уберечь его. И да, мне это не удалось. Но он, похоже, считал, что за пределами поезда что-то там. Мне так казалось, но я уже не уверен. Может ли кто-то с позадиом подтвердит вашу личность? Да. Паренек Филлем Макуин, секретарь. Вы исполняли свою обязанность прошлой ночью? Ясное дело. Я прыгал в дверь и следил за коридором всю ночь. Купе Речета постоянно... Посторонние не заходили. Мишель, кажется, сидел там почти всю ночь. Но отошел минут на 15, когда мы выехали из Виконси. Кальцон подошел к Купе Речета по звонку, а потом снова отошел. Ненадолго, около часа ночи. Ага. Бесье Харман, вы слышали о деле Амстронгов? Амстрон, дело похищения 3-4 года назад? Конечно. А что? Настоящая мера, я считаю, Кассетти. У меня есть основания подозревать, что он был похитителем. Что? Он убил ту девочку? Нет, я этого не знал. Если бы я знал, не стал бы наниматься к нему. Так, вы не знаете, кто послал Речету письма с угрозами? Имени не знаю, но Речет доврил, что это был низкий мужчина с темными волосами. Ижественным голосом. Спасибо за помощь. Этот платок, на котором вышита буква Аш, случайно не ваш? Я что, похоже, тот, кто использует такими платками? Спасибо за ответы, месье Хардман. Послушай, Павро, да, с задачей я не справился, но если вам будет нужна помощь, любая помощь, обращайтесь. Я хочу все исправить. Хорошо, хорошо. Угу, давно я такого не видел. Я сам давно телефона не видел. Ладно, ладно, мы вроде все здесь осмотрели, опросили. Идем дальше. Я не готова принимать посетителей. Вернитесь позже. Хорошо, мадам, я так и поступлю, но вам придется поговорить со мной. Ну что, друг мой, вы уже закончили расследование? Нет, но не удалось сосклить несколько тайн. Хорошо, я останусь здесь и присмотрю за девушкой. Хорошо, а ты можешь дашь мне пройти? Простите, доктор, можно задать вам вопрос? Буду рад помочь в расследовании, мистер Павро. Можете сказать, как вас зовут, доктор? Роберт. А к чему вопрос? Я хотел узнать, не вам ли принадлежит платок, на котором вышла буква «H». Я врач, мистер Павро. Я не стал бы держать этот платок, потому что на них бактерии. Ага. Так. Окей. О, наконец-то можно пройти. Бонжур. Надеюсь, ваше расследование идет успешно, мистер Павро. Так, что это такое? Угу, книжечка. А, миссия Макуин, позвольте задать вам вопрос. Буду рад помочь мистер Павро. Этот платок, на котором вышла буква «H», случайно не ваш? Нет, я пользуюсь... Дмитри... Пользуюсь чем? Матерчатами... Ладно, матерчатами так матерчатами. Хорошо. Либо я неправильно прочитал. Прикольно. Это типа мы можем сейчас выйти на улицу с вами? Увы, но нет. Скорее всего, увы, но нет, ребят. Было бы интересно походить по уличке. Ладно, что нам нужно делать? Так. Угу. Здесь мы поговорили. С тобой мы тоже поговорили. Но все, осталось только это... Княгиня, по-моему. Ну что, мой друг, вы закончили расследование? Окей, нет. Да, по-моему, вот это вот княгиня осталось. Я не готова принимать посетителей. Вернитесь позже. Very well. Very well. Хорошо, хорошо. Так, нам не нужно здесь ничего с вами. Нет, здесь не нужно ничего. Хорошо. Давайте возвращаться... Возвращаться назад. Бонжур. Угу. Угу. У нас с тобой разговаривали. С тобой мы тоже... Разговаривали. Хотя там никого нету. Возможно, это наша комнатка. С тобой, да, по-моему, не разговаривали? Мадам, позвольте задать вам несколько вопросов. Буду рада вам помочь. Вы, случайно, не теряли недавно платок? Нет. Не припомню такого. Что? Мы нашли платок, на котором букла H была вышита. Я подумал, что, возможно, он ваш. Простите, но нет. Вероятно, он принадлежит мисс Шмидт. Принцесса Гладомирова. Все возможно, разумеется. Каждый мог солгать мне. Спасибо, мадам. Принцесса Драгомирова. Возможно, и ее, а возможно, и нет. Так, и что нам делать? Куда нам идти? Блин, если честно, я уже хочу финал. Вот реально хочу финал. Так, поварить. Попросите разговоры с женой, попросить месье Андре от помощи. Месье, мне нужна ваша помощь, чтобы поймать убийцу. Моя помощь, я в вашем распоряжении, Пауэро. Так, вы любите свою жену? Вы верный муж графини. Жена мне дороже всего на свете. В тупичке поднялась температура, да? Когда венгресский дипломат решили жениться. Я готов был пожертвовать своим постом ради нее. Думаю, многие согласились бы со мной. Вы женаты, Пауэро? Увы, брак не для меня. Что я насчет состояния? Насколько оно тяжелое? У нее головокружение, понимаете, в чем проблема? Все кубе будто кружится. Так, если позвольте, я могу взглянуть на вашу жену. Вдруг я смогу помочь. Вы врач? Мне казалось, что вы детектив. У нас много общего. Не находите? Мы оба пытаемся раскрыть тайны. Что же, не буду отрывать вас от этого занятия. Уверен, что вы справитесь с ним лучше меня. Ага, ага. Мне в любом случае нужно с ним поговорить, да? Так, поговорить. Угу. Я хотелось поговорить с графиней. Я же сказал вам, что она не в состоянии, чтобы разговаривать с вами. Я расследую убийства. Так, я желаю вам успеху, но она слишком слаба, чтобы отвечать на ваш вопрос. Окей, поворот, осталось ствол. Так, помощи. Так, выберегайте свою жену. Вас это удивляет, а головокружение может быть очень опасным. Насколько мне известно, есть множество видов головокружения. Если вы зажаете, лучше поврю об этом, с чем они с детективом. Всего доброго. Не, я сейчас все равно добьюсь. Я добьюсь встречи с женой. Так, месье. Да, вы любите свою жену? Да, хорошо. Я думаю, доктор Константин мог бы помочь вашей жене. Пой здесь врач, я даже не знал, где он. Он сейчас занят, найдите его. По-моему, доктор Константин сейчас в вагоне ресторане. Если нет, вам стоит спросить у проводника, где он. Хорошо, я разрешу его. Большое вам спасибо. Я же говорил. Мы таки поговорим с этой княгиней. О, здорово. Простите за бескорствую, мадам. Меня зовут Эркуль Пуоро. Я знаю, кто вы, мистер Пуоро. Я слышала, как вы отправили моего мужа искать ветра в поле. Ваш муж очень вами дорожит, мадам. Простите, что он с пользой с этим. Но мое дело не терепит от логательств, и мне нужно задать вам пару вопросов. Извините, я не принятый. Понимаю, вам нужно опросить всех. Это ужасное убийство. Даже думать страшно. Красивая музыкальная шкатулка. Прошу не трогайте музыкальную шкатулку. Это семейная реликвия. Очень хрупкая. Ваш акцент американский, кажется. Бостонский? У вас хороший слуг, мистер Пуоро. Да, я родилась и выросла в районе Бэк-Бэй. Вы стоите на дипломатической службе, как ваш муж? Нет, формально нет. Мы с Руди встретились два года назад. Я общилась в колледже. Я занимался организацией его расписанием поездок, встреч. А, как там в ряд. За каждым великий мужчиной стоит великая женщина. Да, так и говорят. Но ваше время вполне может быть вер... Конечно, вы абсолютно правы. Так, где без профессии? Американка. Ну, 21, по-моему, да? На месте проспления нашли платок, на котором вышита буква H. Ваше имя случайно не начинается на ту же букву? Нет, меня зовут Елена. На Е. Скажите, чем вы занимались прошлой ночью? Мы с мужем поужинали, а потом вернулись сюда. Легли около 10 вечера, я пыталась уснуть, но так и не вышло. Тряска была слишком сильная, у меня кружилась голова. Я принял снотворное, оно помогло. Какое время вы не могли заснуть из-за тряски? С полуночи до двух ночи. Я уверена, в этом смотрела на часы раз 10, не меньше. Ммм, ясно. Какое из этих предложений содержалось? Мы с мужем пошли на мужем, потом вернули свою купель, гли. В 10 вечера с полуночи, да? Вот так? Довольно графина, вы мне лжете. О чем вы? Поезд становился 12.30 ночи из-за снега на путях, так что тряски уже не было. Но вы сказали, что не могли заснуть именно из-за этого. Не знаю, вы собираетесь меня... Вы собираете меня с толку? Ой, голова кружится. Мадам, ночью убили человека, нельзя же говорить. Не весь что. Просто потому, что вы больны. Вы что-то скрываете от меня. Так как вы смеете, я не сделаю ничего дурного. Пойду на свою... найду своего мужа. Да уж, это было грубо. Но задумка сработала. Теперь можно спокойно осмотреть купе. Прикольненько, прикольненько. Давай осматриваться. Мистер Усан. Так. Книжка, книжка, книжка. Нет, нам это не надо. Шкатулка. Нам сказали шкатулку не трогать. Угу. Нам сказали не трогать шкатулку. Так. А если мы ее тронем? Закрыто. Так ладно, а мы со шкатулкой еще разберемся. Давай посмотрим, что у нас тут ждет. Так, ага. Серьги и украшения. Здесь у нас баночка со снотворным, да? Похоже, это снотворное, которое Рфиня принимала прошлой ночью. Окей. Так, а подсказка мне, чтобы открыть шкатулочку, будет? Или не будет? Так, ладно. Давай воспользуемся подсказкой. Так, проверить. Ага, ага. Ага. Тут птичка, да? Так, я не помню ее, по-моему, вот так. О! Отлично. Забрать. Так, погоди. Вроде все. Вроде бы все. Во, ручку нужно ставить. Та-та-та-та-та. Так, оно. Напомни мне, что там нужно. Так, какая там подсказка у нас? Ага. Два, три, четыре. Хорошо. Два, три, четыре. Окей. Так. Два. Три, четыре. Два. А здесь у нас. Блин. Не-не-не-то, не-то, не туда. Не туда, не туда. Она звездочка. Окей. Звездочка, так, звездочка. Шикарно. Ля. Что мы нашли? Тут выверена надпись. Кажется, она кириллица. Похожа на имя. Похожа на имя. Без понятия, что там за имя. Ну ладно. Все. Мы с этим всем разобрались. Или еще нет. Вроде да. Да. Ну да. Вроде разобрались. Ладно. Идем. Еще не все. Че-то-то мы тут упускаем. Так. И что-то. Может закрыть надо? Или не надо? Ага. Моим красавец Хелен и Соня. Хелена. Начинается на... Хе. На Эйч. Фотография. Фотография. Поро. Вы совсем сыпь потеряли? Фотография. Фотография. Андрени. Андрени. Моя жена больна. Попрошу прощения. Да? Но когда... Она сказала, что была... Я переношу свинзи, но мне нужно было смотреть ваше купе. Вы пожалеете об этом, Поро. Бросьте, граф. Вы же не станете вызывать меня на Дель, верно? Боюсь, Рефини, я позволил себе осмотреть вашу музыкальную шкатулку. Как вы посмели? Послание Медалюни было рессонену Бам и некой Сони. Сони Амстронг, вашей старшей сестре, верно? Матери Дейзи, убитого ребенка. Я дипломат Вейнри, а у вас нет здесь официального статуса. Я нет прав на ОБСК. Нет, Рудольф, позволь мне ответить ему. Нет смысла отрицать его слова. Меня зовут Хелена. Я сестра Сони Амстронг. Дейзи продавала моей племянницей. Шкатулка подарила крестное моей сестре. Близкая подруга моей матери. Мы скрыли от вас правду. Я запаниковал и не хотелось, чтобы вы опитили петя. Причину вы создали свое имя. Именно, когда вы начали расспрашивать букву H, я понял, что... Если бы я нашел в комнате миссия Речта платок, на котором была вышла буква H, я мог бы заподозрить, что вы были там. Платок? У меня нет платков, на котором вышиты мои миссалы. Даю вам слово, что прошлой ночью Хелена не покидала нашего купе. Моя жена говорит правду повару. Надеюсь, не буду больше мешать вам. Мне все еще предстоит выяснить, кому принадлежит поток слышатой буквы H. Справа нужно предстоит гравировку на задней стороне медальона. Так, походу, нам нужно теперь будет княгине, да? Нужно будет княгине. Так, используйте, чтобы... А что, я еще пару, чтобы перевести надпись. Так, Наталия, по-моему, Наталия, да? Наталия. Наталия. Кроме нее, на поезде нет пассажира, кроме того, ее имя кириллица начинается на букву H. То есть, буква N, а не H. Ну, хотя для него это же H. Ну, да, тут я согласен. Идем к Наталии и зайдем. Так, тут у нас что? А тут у нас ничего. Тут у нас детектив, который не спас. Рэдчеттам. Я не буду принимать гостей. Но произошло убийство. А мне нужно задать вам несколько вопросов. Должны, вы не поняли меня. Я не могу сейчас говорить с вами. Мадам, я знаю, что Соня Амсон, ваша крестница. Прошу, входите. Простите за вторжение, мадам. Но мне правда нужно задать вам несколько вопросов. Задавайте. Я отвечу, если захочу. Нам удалось познакомиться поближе. Но я несколько раз видел ее. Я могу сделать несколько выводов. Так, директор, по-моему, музея, 97 лет. Во, все правильно. Валя. Так, сперва хотел бы спросить вас о прошлой ночи. Скажите, что вы делали? Я лела спать после ужина. Читала до 11, а потом пыталась заснуть. Но потом проснулась. Что именно вас разбудило? Меня мучает боль в спине. Увы, возраст мешает мне вести активный образ жизни. Около 12 до спины ночью я вызвала Шмидт, чтобы она сделала мне массаж. Чем она и занималась, пока я не уснула. Как долго она была у вас купе? Думаю, около часа. Ясно. Первая буква ваше имение, Наталья. Кириллицей пишется точно же. Так же, как и латинская буква H. Я прекрасно знакомый с Кириллицей. Это ваш платок, верно? Да, верно. Я потеряла его. Его нашли в комнате миссия Рэйчета. Можете объяснить, почему мадам Шмидт сказала, что не узнает этот платок? Наверняка в курсе, что он ваш. Вероятно, хотел уберечь меня. Она очень преданная женщина. И сейчас вы спросите, почему он платок лежал рядом с телом убитого? Я вам отвечу, что не имея малейшего понятия, это не ответ, мадам. Другого у меня нет. Должен сказать, княгиня Драгомирова, что я узнал кое-что невероятное. И что же, вы крестная с Соней Амстронг. Вы так говорите, будто это какая-то сенсация. И этого не скрызывало, месье. Значит, вы хорошо знали полковника Амстронга? Не слишком. Но его жена Соня Амстронг была моей крестницей. Я дружила с ее матерью, акрисой по имени Линда Арден. Она была простой и гениальна. Одна из лучших исполнительных трагических ролей в мире. Я была не только поклонницей ее таланта, но и близкой подругой. Как бы то ни было, это все связывает вас с делом похищения Амстронга. Хелена Андрея, не сестра Соня Амстронг. Амстронг, покойной матери Дейзи Амстронг, которую похитили и лишили жизни, убитый на этом поезде, Рэтчет. Вот так? Так это был он, справедливость, наконец-то востражевала. Позвольте подвести итоги. А у меня есть выбор? Первое. Назовем его сопадением. Вы тесно связаны с семьей Амстронгов. И при полагаемой убийце, Дейзи Амстронг был убит. Когда вы ехали с ним в одном поезде, второе совпадение. Ваш поток нашли. Под кроватью убитого. Третье совпадение. Одно из колотых ран на теле, нанесено левшой. А вы левша. Выходит довольно много совпадений, княгиня Драгомирова. Что ж, месье Поро, такого воля случая. Сообщите об этом в полицию. Пусть они посмеются. Слабая женщина моих лет совершила убийство. А сколько потенциальных свидетелей подтвердят? Что видели, как... Ковыляя по коридору от посреди ночи. Все верно, княгиня. В одиночку вы бы не справились. А значит, у вас были сообщники. Один или несколько. И они примерно узнают имена. Буду признательна, если вы удалите из моего купе. Изобрите с собой свои домыслы. Это не домыслы, мадам. Это попугай, да? Всегда прикололи разговаривающие попугаи. Так, сверьте алиби. Так, мистер Хартман. Вот, наблюдал за этим, да? Она была, по-моему, с этой. Ага. Она была со своим мужем. А он был с этим. Все правильно. Я снова прав, как обычно. Все. Куда нам нужно отправляться? Месье Бук. Про. Она не удивилась. Но, кажется, потихоньку приходит в себя. А что насчет вас? Как идет расследование? Мне приходится помогать другим решать их проблемы. Прежде чем они слосятся по помощи мне, я носил коробки, помогал избавиться от похмелья, ремонтировал соковыжималку, открывал матрешки. И все ради того, чтобы расследование продвигалось. Не забудьте о рецепте десерта. Как тут забудешь? Прямо подвиги грякла. Друг мой, лучше бы я вычищал агиевые конюшни. Впрочем, мне удалось раскрыть несколько тайн. О, поделитесь подробными с ними. Платок с вышивкой принадлежит княгине Драгомировой. Также я узнал, что нам была крестная Соня Амстронг. Она уехала на в одном позе с убийцей девочки. Именно так. Кроме того, Хелена, младшая сестра Сони. Матери Дейзи. Еще один пассажир, связанный с делом Амстронгов? Да, Бук. Кто бы мог подумать, а? И все-таки я сомневаюсь, что кто-то из них мог раз за разом бить речь. Так, кроме того, у них предположено есть алиби. У меня было три теории о сломанных часах. Стрелки могли перевести намеренно. Они могли быть сломаны еще до убийства. И, разумеется, на них могло быть указано время убийства. Не удалось опровергнуть только вторую гипотезу. Другие проверить невозможно. Так что часы не слишком полезны для нашего расследования. А это думал, что не показывают время убийства. Здесь женщина связала с делом Амстронгов. Не будем забывать о нашей пациентке. Три женщины. Смотрите, кажется, она просыпается. Доброе утро. Как спалось? Что со мной происходит? Я что, опять заснула? Верно, Монезель Лок. Вы принимали какое-нибудь лекарство? К примеру, снотворное? Нет, я не пью снотворное. Я осмотрел вашу чашку на дне виде насадок. Какого-то вещества. Уверена, Монезель подтвердит, что вам подмешали что-то. Скорее всего, доза оказалась через мерное, поэтому вы никак не можете прийти в себя. Думаете, дело рук Шмидт? Ей было бы проще всего это сделать. Но зачем? Никто не знал, кто я такая. Быть не может, чтобы кто-то насыпал меня специально. Так, выберите двух человек, которые могли подсыпать мисс Локиснотворное. Так. No, 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 good, no, good. Да. Хорошо. Повар. Да ты издеваешься. Я не тиграю. Думай, Поварон. Во. Поварон Шмидт и Пьер Мишель могли подмешать вам в часть Снотворное. Кроме них, пожалуй, во всем поезде никому не делось бы это сделать. Мистер Поварон. Мистер Поварон, я чувствую себя намного лучше. И хочу рассказать, зачем села на этот поезд. Если у вас хватит сил, я бы с удовольствием дослушал бы вашу историю. Хорошо. После того, как Дэйзи Амстрон официальное закрыли, я послал в отделение полиции Бостона запрос на передачу любых сведений Майкле и Кларке. Но они так и не вышли. Я даже создал дневную горячую линию для сбора сведений о Кларке, так и познакомился с брендом, но ему не нужно ничего найти. Прошло четыре долгих года. Каждый день я смотрела на доску расследования, которую я повесил у себя в бастины, но однажды утром у меня на столе оказался отчет, который изменил все. Я сходил у хранилища вещдоков и забрал домой коробку с уликами. Там был указо имя Майкл Кларк. Кларк Кент. Это был Супермен по-любому. Так, счет анарога компании и прическа. причисленный ворох причин. Причисленный ворох причин чего? Почему-то рэфи продолжает расти. Понятно, понятно, все-все-все-все-все-все-все-все-все. Так, жена для искушенных путешественников. Нужно ведь мне помечтать покататься над кумбом. Так, годами по делам стран не было никаких изменений. Тут всплывает это. Майкл Кларк, сократичный журналист. Мой главный поздравленный в похищении. Убит четыре года назад. Это Майкл Кларк. Он совсем не похож на жулиста, которого я видела. Майкл, вы заслужили место на доске расследования. Хорошо, хорошо. Так, давайте смотреть улики. Криминалисты нашли эту связку ключей в хижине. Не стали тщательно осматривать, потому что прокурор закрыл дело. ключей просто бросили в коробку вместе с другими уликами. Странный предмет, нужно осмотреть его поближе. Фу, еще быстрее можно диалог, пожалуйста. Крыться можно еще быстрее диалог. Так, что мне нужно сделать? что мне нужно сделать? По-любому что-то собрать, да? Ой, вот эти вот загадки. Бесит меня. Но? Эра. Эра. Не вести меня. Она еще даже так крутится. Она даже еще и так крутится. Погоди, стой. Погоди, как говорится, стой. Так, хорошо. Во. Во, хорошо. Ага. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ну, что-то вроде типа этого, да? Но только, но только не этого. Так, мне нужно вверх собрать. ой, бред какой. Ладно, сейчас, ребят, сейчас, сейчас, соберусь. берусь. О. Ну, а теперь можно можно все то же самое, только нужно перевернуть меня вверх ногами, да? твоюж, как его перевернуть? скажите. короче, мне нужно сделать так, мне нужно сделать так, мне нужно сделать вот так. Наверное, я сейчас это все переверну. Раз, и это два. Да, неужели, блин, как же это было долго? Флешка. Угу, USB накопитель, подключу его к компьютеру. посмотрим, что это за мерзкие секреты, мерзкие секретики, прячься от нас, ага. Отлично, давай дальше смотреть. Так, умно, столько улик и никаких следов ДНК. Так, единственные отпечатки пальцев, найденные на бутылках, принадлежали Сюзанне. Да, я думаю, их могли просто подкинуть там и все. Так, котик, пушистик, игрушка Дэйзи. Так, волос Сюзанны оставлен в хижине специально для нас. Его подбросили. Подкинули. Так, мы же вроде все. Вроде все же посмотрели. Или не? Почему оно все еще светится? Ну, ладно. Давай смотреть. Так, соедините две зацепки на доске, чтобы связать их друг с другом и прийти к каким-либо заключениям. так и знала. Лица совсем не похожи. Нужно запустить программу на компьютере. да? Давай запустим. Киса? Так, USB накопитель. Так, он сбил бороду. на этого мерзаться всегда узнаю. Это я его допрашивал четыре года назад. Это нужно повисеть над доском. Хороша. Бабосики, бабосики. Татуировка на руке. Ага. Так, может им нужно было кому-то выков, отслеживать. Ага. Параси тоже повешено доском. Окей. Окей. Так, права у него поддельные. Итак, насыщенный Маккларк по фото наделимся среди базы преступников. Кем бы он ни был, можно совершить ошибку. Угу. Возможно это он. Он выглядит иначе. Да. Он выглядит иначе. Так, очки. Борода. Уши. Угу. Нос. Он сильно изменился. возможно сделал политическую операцию. Но без сомнения этот один и тот же человек. Посмотрим. Так, арестован 23 ноября. Угу. В аэропорту. Имел при себе украденные древности. Так. Мистер Рэчетт, вы занимались не только кражей статуи, а так. Посмотрим, что есть на вас в базе. Вот это я понимаю полицейское расследование, да? Так, ну и знай, кому позвонить. Ой, как ромка. Лига защиты роботов. Привет, Брэд. Давно не виделись. Джоанна, чем могу помочь? Мне нужно, чтобы ты кое-что нашел. А конкретнее там много всего и реально темно. Можешь что-нибудь узнать о Сэмеле Рэчетте? Сэмеле Рэчетт, понял? Какой-то плохой парень. Уже не бывает. Пришли на почту, все, что найдешь. подожди. так, так, нету, что-то есть. Я еще поищу, но возможно тебя это заинтересует. Может, совпадение, но я в них не верю. пересылаем. Так, Дома Регато. Так, Восточный Эспрессо распечатано. Распечатаю билеты повешу на доску. Все? Отлично. Так. Давай смотреть. Так, и у нас с вещами Рэчетта кассете. Хорошо. Так, это что такое? Угу. Вот так вот, Наверное, я не знаю. Так, этот билет Рэчетта, да? Не? Так, погоди, я... ноу... тоже не подходит. А зачем столько билетов? Так, все эти билеты купил... Макуэль, да? Не, не так. Машете нужно соединить как-то. Так, на фотографии одна и та же татуировка. все. Не? Тоже не. Так, окруженная прокурору устал подставку. И он учил так же само как и меня Джон Амстронг. Так, хорошо, хорошо. Подсказки. Давай посмотрим, потому что мы сейчас можем так. Так, Рэчетт жив. Как там было? По-моему, тогда? Нет, погоди. Ага. Так, прошай, Макл Кларк. Встречите с Эмилией Рэчетт а человек, который забрал вашу личность и вашу жизнь. Так, хорошо. У спутника Рэчетт это такая же фамилия, как и украшен прокурора, который руководил разрядованием дела. Все. Вот таки справились. А смотреть кругу с уликами есть. найдите нет, не то. Вот это вот, Так, нужно найти связь между 3 из 5. Хорошо. Давай смотреть. Ну, вроде все. Вроде мы все соединили. Правильно, я понимаю. Типа шо еще, шо еще не так. Восточный экспресс справляется. Ага, интересно. Повешу на доску. Во! Вот так мы, да, потом с вами попали на поезд. Так, хорошо. Киса. Наверное, компьютер, он так. Виктор Макуин. Так и знала. Он сын бывшего окружного прокурора. Так, это нам нужно повесить на доску. Хорошо. Окей, выходим. Давай. Давай смотреть. Так, билеты, билеты на поезд. Так, на следующей неделе их Трама Квин будет на Восточном экспрессе. Так, Трама Квинс и накружу прокурора. Так, речь и неделю будет в поезде, да? Ну, все вроде. Или мы что-то еще упускаем? Или мы что-то еще упускаем? Не знаю, давай посмотрим. Еще посмотрим. Ага, ключик. Погоди, 30. 35-69. Так, ты шо-ля? Нож, ключ. Ага, типа для самозащиты. Прикольненько. Так, 35-69 мы запомнили. А это что у нас тут? так. 35-69. А тут нету, 69. Ну, так понимаю, это тоже, что тут можно будет раз, типа нажать и разгадать или нет. или нет, или да. Так, давай смотреть. странно. Странно, не знаю, что тут нажимать надо. Так, раз, два, раз, два, раз, раз, во. Угадал, угадал. Как это называется? Кажется, кастет. Так, сейчас, ребят, секундочку. так, хорошо, с этим мы разобрались. Еще по поводу той штуки. Так, опять солнышко, да? Опять все это. Боже, у нас тут фонарик. Фонарик иногда прячут ножи, а здесь у нас отмычки. Прикольненько. Ну, эту штуку я, наверное, не смогу, да, разводать. Или все-таки смогу. Тут по-любому что-то есть. Так. Ладно, ладно, не могу разводить, значит, не могу разводить. Надеюсь, что там нету ничего, прям такого, что нам нужно. Так. Так, 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 может, тут что-то еще есть. О, мобедик. Я перечитал его раз 10. Мне все мало, не знаю почему. Может, потому что она помогла мне заснуть. так, отлично, 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 отлично. Так, Блин, я не знаю, как ту штуку открыть, если честно, на которой циферки. Так, что мне нужно сделать? Наверное, по-любому разгадать ту загадку. Так, юбилей, какой-то странный, старый поезд, но это лицо, это человек. Ага, вот что нам нужно было. Давай повесим. Так, соединить. Так, я знаю, что это водитель, Джон Амстронг. Так, на следующей неделе он будет тоже в поезде, да? Черт, на следующей неделе будет выстречным экспрессом. Маквинс, откажи же прокурора. Бывший шофер Амстронгов. Не верю, что это совпадение. Решили отомстить и собирается напасть на него в поезде. Я должна оказаться в сушном экспрессе, чтобы их остановить. Что самое главное, остановить Ретчета. Но я не могу сделать это в Стамбуле. Нужен договор с США. Без него Ретчета не забудет экстрадировать. Чтобы арестовать его, придется доехать до Парижа. Шикарно. Так, нажмите таб. Мне нужен билет на Восточный экспресс. Сам я смогу последить за Ретчетом. От Парижа его арестую. И каким образом? Через компьютер, наверное, да? Из-за юбилея все места в поезде заняты. Достать билет не получится. Что же делать? Можно попробовать сесть на поезд без билета, но меня могут арестовать. И тогда Ретчета улизнет, и все же... Нужно узнать, кто едет в Восточном экспрессе. Пора позвонить Брейду. Тут они озвучили, конечно, громкость звонка. Брейд, это снова я. Я еще не начал ничего полезного. Мне нужна последняя просьба. Чет последняя услуга. Можешь найти мне список пассажиров, которые собираются отправиться на путешествие? Список нашел, но когда пытаюсь сохранить... Спокойно. Одно имя у меня все же есть. Женское. Вот имя, которое дошло к тому, как и заблокировали доступ. Хочешь стать Стэси Джонсон? По вопросам, согласится ли она мне помочь? А то ты уже узнай сама. А мне пора снова творить волшебство в сети. Ты понимаешь, это был Хацкер, да? Наш друг Хацкер. Так. Актриса играла в фильме Любовь и Отчаяние. Окей. Да вы сделаетесь. Алло, это Стэси Джонсон? Кто спрашивает? Так, я полицейский детектив, да? А может, я журналистка? Я журналист, работаю на известных сайтах. Хватит с меня, журналистов. Я кладу трубку, до свидания, подождите. Меня зовут Джон Лок, я полицейский детектив. Я Вселевыш актриса. Что я сделала противозаконному? Хочу попросить вас с помощью, мне нужно ваше место в источном экспрессе. Вы что, шутите? Ни за что. Так, запугать. Я могу получить орденную арест, если вы окажете струничать. На какой основе? Я не нарушила закон. Последнее время. Я кладу трубку, до свидания, подождите. Вы помните похищение дочки Амстернов? Конечно, бедная девочка. Я из полиции. Я нашла новую сцепку, которая поможет мне найти убийцу. Подождите. Раз девочку убила не няня, появилось новое доказательство. Знаете, я сама сомневалась, что убийца няня. Параллель назад, я сыграла няню в фильме ужасов. Меня убили в самом начале. После этого начала помогать детям. Стэси, пожалуйста, вы же сказали, что поможете детям. Но я вступила в пару ассоциаций, которые помогают детям из бедных семей. Если убиться, девочка по-прежнему на свободе, я готова взять любую помощь. Здорово. Сможете помочь попасть мне на поезд. Значит, вам нужен мой билет на Восточный экспресс. Но я купила его за несколько месяцев. Я так ждал эту поездку. Стэси, я не вижу... Я же вижу, вы любите детей. Вы можете помочь мне упрятать этого зверя за решетку. Подумайте об огласке, которую получат ваша деятельность. Дети. Да, хорошо. Сделаю это ради Дейзи всех детей, которые страдают. Так, забронирую билет на ваше имя. Спасибо большое. Стэси сдержала слово. Я получила билет. Позвонила шефу, предупредила, что беру отпуск. Я уже была в пути, вылетела в Стамбул. У меня наконец-то появилась шанс поймать монстра, убившего Дейзи Амстринг, Майкл Кларк и даже своего сообщника. Также подозреваю многих других людей. таки оказалась на этом поезде, на хвосте у Рэтчета. Остальное вы знаете. Мое отделение полиции или какой-то подтвердит. Спасибо за подробный рассказ, модвоза Эллок. Вы сообщили нам крайне важное сведение. Ваши слова подтверждают, что многие хотели видеть Рэтчета мертвым. так, одна из подозреваемых. Я уверен, вы не виноваты. Ваши откровенные показания и то, где вы были. Точнее, где вы не были прошлой ночью, исключая 20 списка подозреваемых. Согласен, у меня нет никаких сомнений. Еще с одним детективом раскрыть дело будет проще. Бук. Хотя моему другу совершенно не требуется помощь. Вы слишком добры. Спасибо, что привели меня. Я готова помочь, чем смогу. Не беспокойтесь, модвоза Эллок. Мне многое уже ясно. Интересно. Так, очевидно, что кто посыпал вам статворное, и убил его, Вы думаете, что убийца была возможность подмешать вам статворное, пока вы набираете сил, пока вы набираете сил, я с ним побеседую. Отличная мысль, друг мой. От волнения у меня разыгрался аппетит. Уверен, Воза Эллок не откажется от хорошего обеда. Что? Нет. Я хочу услышать, что скажут проводник и фральн Шмидт. Мой друг заботится о благополучии пассажиров поезда. Если доктор Константин не возражает, я провожу вас в вагон-ресторан. Не против, еда пойдет и исключительно на пользу. Что ж, я правда еще слаба. Мистер Поро, Продолжение следует...